Как она ласкается хотите? Она сейчас вас увидела, не будет. Поэтому вообще голову на плечо кладет. Корова-ночка – кормилица семьи Барановых. Супруги купили ее в прошлом году на средства социального контракта. Корова дает по 8-10 литров молока в день. Большая часть идет на продажу. Также супруги делают творог и масло. Ну, хорошее. И молоко вкусное. Лен, как называются эти коровы? Сливочные. Вот молоко прямо сливочное, густое. Зимой ночка отелилась. И в старом коровнике стало еще теснее. В одном помещении соседствовали с козами и курами. Поэтому Барановы решили построить для животных просторный и теплый коровник. Здесь мы еще не достроили, но осталось только двери сделать. Это вот будут клетки для козочек. Деньги на строительство коровника – 200 тысяч рублей – семья снова получила от социального контракта. Денег хватило и на инкубатор для кур. Вся продукция, которую продают Барановы – домашние яйца, молоко и мясо. В Хабаровске пользуются большим спросом. Поэтому супруги смогли существенно увеличить свой доход. В прошлом году мы со всего хозяйства, включая и огородную продукцию, ягоды, абрикосы, яблоки, тысяч 10 было в плюсе. В этом году больше 20 тысяч. Социальный контракт – это выплата, которую может получить семья или один человек. Для этого нужно иметь официальный доход ниже прожиточного минимума. Деньги должны пойти в дело – развитие бизнеса, личного подсобного хозяйства или обучения. Социальный контракт на фермерство заключается на один год. Увеличился ли доход семьи, будет контролировать Центр социальной поддержки населения. Центр социальной поддержки проводит мониторинг выполнения мероприятий программы социальной адаптации и повышения доходов семьи. Потому что одним тоже и обязательным условием является повышение доходов семьи за счет реализации выращенной продукции в личном подсобном хозяйстве. С начала года с Министерством социальной защиты жители края заключили уже 1554 социальных контракта. Они получили выплаты на общую сумму около 260 миллионов рублей. 60 из них – на ведение личного подсобного хозяйства. Арина Содотенкова, Константин Пестерев. Для Большого города.